Россия в лице Верховной Плеши серьезно раздумывает над тем, чтобы исключить Талибан из списка террористов, видимо желая остаться там в гордом одиночестве. Как пишет инсайдер, в Москве отмечают необходимость взаимодействия с новыми властями Афганистана, независимо от статуса талибов на международной арене. В Кремле решили сотрудничать с афганским режимом, несмотря на то, что особых изменений во внутренней политике талибов нет, и они продолжают убивать тех, кто не разделяет взгляды режима. Такое не стало неожиданностью. Аналитики прогнозировали, что после ухода США талибам понадобится какой-то международный партнер. Лучшего, чем страна-террорист Россия, Талибану не найти. Надо отметить, что в Европе также пытались продвигать идею сотрудничества, но в последнее время пресса пишет о маргинализации западной политики в отношении талибов. Предложения о сотрудничестве переходят в плоскость острой критики и становятся рискованными для политической карьеры. В таких условиях более весомыми для талибов стали переговоры в Москве, состоявшиеся 21 октября. Участники согласились дружить, не дожидаясь официального признания. Россия готова спонсировать террористов без реакции мирового сообщества. Талибам такое переобувание Кремля льстит. Страна, официально считавшая организацию террористической, теперь готова предоставить помощь. Репутационно Москва мало потеряет. Действующий российский режим давно котирует почти на одном уровне с талибаном. Реальной поддержки талибам Москва пока не оказала, поэтому Запад выжидает, чтобы признать Россию страной, спонсирующей терроризм. Хитро поступает и Москва. С одной стороны она договаривается с талибаном, с другой проводит совместные учения с Таджикистаном и Узбекистаном, которым угрожают талибы. Двуглавый анус во всей красе. Сотрудничеством с талибаном Кремль пытается подчеркнуть, что Афганистан олицетворяет окончательный крах веры в то, что после окончания Холодной войны Соединенные Штаты в состоянии переделать мир по своему образу и подобию. Это новый пропагандистский штамп, который на фоне афганского кризиса активно продвигает Москва. Это должно оправдать сотрудничество с террористами. Кабулу после ухода США нужны медикаменты, деньги и, конечно, оружие. Москва надеется использовать талибов в отношениях с Китаем, но главное с Таджикистаном и Узбекистаном, куда пытается внедрить своих военных якобы в качестве защиты от талибана. Чем такие попытки закончатся, непонятно, но кризис только усилится. Субтитры создавал DimaTorzok